МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо в деревне летом. Я говорю, здравствуйте, это программа «Планет собак». Мы в Греции. Эллада. Город Каринф. Пятый век до нашей эры. Афины пошли войной на город Каринф. Через несколько месяцев осады, не добившись результата, нападавшие решили заключить мир. Но афиняне только сделали вид, что уходят из-под стен Каринфа. На своих кораблях они отошли подальше в море и стали ждать. Когда гарнизон крепости уснул, захватчики вернулись. Но часовых о приближении неприятеля предупредила собака. Друзья, согласитесь, как же иногда хочется прикоснуться к чему-то неизведанному, малоизученному. Пытливый ум человека устроен так, что нас не всегда устраивает информация, которая лежит на поверхности. Вот бы нырнуть вглубь веков, своими глазами увидеть, как там все было. Вы думаете, это невозможно? А вот и не угадали. Все просто. Покупайте билет на самолет и прилетайте в Грецию. Регион Фессалия, город Лариса, подойдет. Этот город Лариса является центром области Фессалия. Говорят, когда-то давным-давно здесь водились кентавры. Но если мы хотя бы чуть-чуть, немножечко отойдем от сказок и легенд, то именно в этом городе был приобретен легендарный буцифал, конь Александра Македонского. Буцифалу в этом городе поставили даже памятник. Правда, в момент моего пребывания он был на реставрации. А еще в Ларисе жил великий целитель Гиппократ. До сих пор все, кто желает посвятить себя врачеванию, приносят клятву Гиппократа. С именем этого человека связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит основополагающие принципы, которыми должен руководствоваться врач в своей практике. Так что-то я увлекся. Гиппократ велик, а Александр Македонский, конечно, герой. Но нам пора ехать дальше. К собакам. Два часа езды по горным дорогам, и мы на месте. Когда-то давным-давным-давно сюда пришло некое славянское племя, которое нарекло это местечко Силицини. По всей вероятности, это название происходит от слов «селение» или «село». Позже греки переименовали его в «Анатали», то есть «Восход». Именно здесь, в этой деревеньке, нам назначили встречу люди, которые каждый день соприкасаются с очень необычными существами – древнейшей собачьей породой. Здравствуйте. Ясас, Григорий. Здравствуйте. Очень приятно. Ясас, Григорий. Друзья мои, это уникальные люди, потому что они являются членами клуба любителей такой замечательной породы, как греческая овчарка. Вообще, об этих собаках можно говорить очень-очень долго. Друзья мои, но почему-то с вами нет ваших собак. Почему? Они сейчас работают в горах, охраняют скот. А есть какая-то возможность увидеть этих собак? Да, конечно. Пойдемте. Хорошо, пойдемте. Каждый раз, оказываясь в горах, поражаюсь окружающей красоте. Она завораживает настолько, что иногда ты как будто выпадаешь из реальности. Так получилось, что мои новые знакомые чуть отстали. Я не стал их дожидаться и решил сам познакомиться с местными овчарками. Но для начала мне было необходимо представиться пастуху. Меня Гриша зовут. Григорий. Собаки хорошие у вас? Понятно. Много коста вообще? Много кост? Много их? Много. Сто, двести, триста. Сколько? Шестьсот. А собак сколько? Сколько их? Тринадцать. Видя спокойный диалог, одна из собак решила к нам присоединиться. Я не применул этим воспользоваться. Сейчас, давай я тебя почешу, да? Давай я тебя почешу. На. Ой. А шерсть мягкая такая. Я думал, что у тебя шуба как проволока, да. А у тебя шерстка очень мягкая, очень красивая, да. Ты такой красивый парень. Ты такой красивый, такой ласковый, такой нежный. Ты мне хвостом виляешь. Ну что ж, начало положено. Может быть и остальные члены этого собачьего семейства отнесутся ко мне снисходительным. Этих собак с незапамятных времен разводили в центральных и северных регионах Греции. Главная их функция – охрана скота. Эти гиганты до сих пор очень популярны у местных пастухов, которые ценят их великолепные рабочие качества. Греческая овчарка уникальна прежде всего тем, что это первая пастушья собака, которая была подробно описана. Рассказал о ней нам древнегреческий историк Ксенофон Афинский, который не только описал экстерьер, то есть внешний вид этой собаки, но еще и подробно рассказал, чем эти собаки занимаются. Античные живописцы нередко изображали этих собак рядом с древнегреческим богом торговли Гермесом. Он мог даровать богатство, удачу в делах и красноречии. Покровительствовал Гермес купцам, путникам, магам и пастухам. Ну а где пастухи, там, как вы понимаете, и собаки. В греческом языке есть два обозначения слова пастух. Первое – воскос, а второе – цобан. Воскос – это более официальное, цобан – это простонародное. Так вот, что самое интересное, этих собак здесь в Греции называют цобаноскела, то есть четвероногие пастухи. Подобные собаки были известны жителям Эллады еще в пятом веке до нашей эры. На Балканах существует множество похожих на греческую овчарку пород. Все они находятся в близком родстве, но специалисты считают, что именно эти собаки являются прародителями всех волкодавов Юга Европы. В долине эти собаки находятся по большей части без работы, без дела. А вот здесь, в горах, волков немного, но все-таки они есть, поэтому собаки должны быть постоянно на чеку. Да, мое счастье? Иди ко мне, иди ко мне. Я же не волк, мне же можно тебя погладить-то, ну что ты. А что ты застеснялся сразу так? Волкодав – это не порода. Это способность собаки вести бой с волком и при удачном стечении обстоятельств победить его. Пастухи на протяжении многих веков браковали трусливых и ленивых. Так путем многовековой народной и естественной селекции появилась греческая овчарка. Привет, как дела? Этого милого пса зовут Белла. В Греции собак светлой масти, как правило, так и называют Белла, светлый. Но, правда, сейчас он еще и зеленоватый, потому что недавно у него была встреча с волком. Досталось этому парню, но все-таки стадо свое он отстоял. До недавнего времени чистокровным разведением греческих овчарок никто не занимался. Прежде всего ценились рабочие качества. На экстерьер пастухи внимания не обращали. Только в последние годы специалисты стали следить за их внешним видом и демонстрировать этих собак на выставках. Несмотря на то, что этой породе более двух с половиной тысяч лет, официально Международной кинологической организации греческая овчарка как порода до сих пор не признана. Но я, если честно, в этом не вижу ничего дурного, потому что излишняя популярность никогда ни одной породе не шла на пользу. Многие некогда рабочие породы осели на диванах современных горожан. Но греческой овчарке такая судьба в ближайшее время, кажется, не грозит. Греческие овчарки собаки очень выносливые. Они себя комфортно чувствуют при экстремально как высоких, так и низких температурах. Еще один очень интересный момент. Эти собаки никогда не страдают обжорством. То есть они едят ровно столько, сколько им нужно. Греческая овчарка привязана к своему хозяину. И только его она будет слушаться. Ей требуется настойчивое, строгое воспитание. В отношениях хозяин собака владелец должен доминировать и доказывать, что лидер он. Я не устаю восхищаться этими собаками. На первый взгляд кажется, что они очень неторопливые, неспешные, даже ленивые. Но это абсолютно не так. Во-первых, они неотступно следуют за своим стадом. А во-вторых, очень пристально следят за каждым подопечным животным. Пока я знакомился с местными собаками, пастух все время напевал какую-то протяжную мелодию. После каждого куплета он ненадолго о чем-то задумывался. Потом улыбался и продолжал дальше. Мне стало интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится эта песня, потому что она практически о моей жизни. Я полюбил девушку, а она собиралась выйти замуж за другого. Она была первой красавицей. Ну и я в молодости был ничего. Я сказал, что без нее я не могу жить. И она забыла обещание, данное другому, и вышла за меня. Мы любим друг друга до сих пор. Мы любим друг друга, мисс. Эллада. Город Каринф, пятый век до нашей эры. Когда солдаты, охранявшие Каринф, уснули, на берег высадилась афинская армия. Оборонявшихся хотели застать врасплох. Но жители Каринфа расставили вдоль береговой линии около 50 сторожевых собак. Они и приняли первый удар неприятеля. В горах погода меняется быстро. Небо заволокли тучи и полил дождь. Непогоду один из моих новых знакомых, руководитель национального общества любителей греческих овчарок, Афанасий Гедуонис, предложил переждать у него дома. Но и там, как вы понимаете, я встретил собаку. На самом деле греческие овчарки бывают разные. В горах мы видели таких серьезных рабочих мужиков. А вот это вот милое такое создание, очаровательное, которое зовут Нимфа, живет здесь, в деревеньке, в питомнике. Может быть, конечно, это местечко выглядит и непрезентабельно, но здесь разводят собак, здесь они отдыхают, здесь они готовятся к тому, чтобы потом подняться в горы. Надо сказать, что греческую овчарку очень часто держат просто как домашнего любимца. Да. Потому что эти собаки очень легко приспосабливаются к требованиям, к пожеланиям хозяев. Да. Какие-то охраняют стада, а какие-то вот такие вот игручие, лизучие собаки. Когда эти собаки не на службе, они такие жизнерадостные, что им ничего не стоит вовлечь в игру даже взрослого, серьезного человека. Поймаю. Правда, слово «серьезный» в данном случае ко мне не относится. Греческая овчарка напоминает грекам об их прошлом. С древних времен у нас всегда было много домашних животных. А эти собаки сопровождали наш народ на протяжении многих веков. Они являются неотъемлемой частью нашей культуры и истории. Для нас это не просто собаки, это друзья и помощники на все времена. Эллада. Город Каринф. Пятый век до нашей эры. Когда афинские солдаты высадились на берег, они подверглись неожиданной ожесточенной атаке четвероногих часовых. Псы яростно сражались, но нападавших было слишком много. В той схватке погибли все собаки, кроме одной овчарки по кличке Соттер. Израненный, он вбежал в город и громким лаем поднял тревогу. Признаться честно, до этой поездки я ни разу не был в Греции. Прожив здесь буквально несколько дней, я начал понимать, что привлекает сюда людей. Море, солнце, гостеприимство местных жителей, умеренные цены, что по нынешним временам немаловажно. Ну и, конечно же, живая история. Здесь она буквально на каждом шагу. Остров, на который я сейчас направляюсь, называется Эвиа. Материковая Греция осталась у меня за спиной. Это вот место прежде всего интересно тем, что здесь есть, как греки говорят, треланера, то есть сумасшедшая вода. Каждые шесть часов здесь, в этом проливе, вода меняет направление. В этом феномене пытался разобраться еще сам Аристотель. Ничего не получилось. Но вот современные ученые постановили, все дело в положении Луны. Кстати, именно древние греки ввели понятие кинология. Кинос – это собака, а логос – наука. Получается, вместе наука о собаках. Также они культивировали несколько пород и имели представление о генетике. Это слово можно перевести как порождающий или происходящий. Кстати, вот эти вот малыши состоят в достаточно близком родстве с большими греческими овчарками. Здесь в Греции распространены на фермах не только вот такие вот большие греческие овчарки, а еще и маленькие, которых называют кокони. С большими собаками мы уже познакомились. Остается свести дружбу с малыми. Для этого мы и отправились на одну из ферм неподалеку от города Халкиди. Там нам назначили встречу члены национального клуба любителей породы кокони. Чтобы встретиться с нашей съемочной группой, туда же приехал один из ведущих греческих экспертов-кинологов – Стеллиос Маккоритис. Сам он не является владельцем кокони, но породу эту просто обожает. Эта порода действительно известна со времен Древней Греции. Ее называют кокони. Это можно перевести как «маленькая собака для дома». И эти собаки оправдывают свое название. Кокони – прекрасный компаньон, и они добрые и ласковые создания, которые делают жизнь человека веселее. Кокони – это настоящие овчарки. Все дело в том, что когда-то давным-давно люди заметили, что у местных пастушьих собак рождаются щенки, которые потом по разным причинам не вырастают. Уничтожать этих собак здесь не стали. Их начали оставлять для охраны дома. Потом, в конечном итоге, они стали просто обычными домашними любимцами. Да, но ты овчарка, ты маленькая, но ты овчарка, я знаю. Надо сказать, что эту версию рассказали мне мои греческие друзья. Но я слышал и другую, которая подтверждает и генетика. Сейчас ученые не сомневаются в том, что все собаки произошли от волка. Первыми домашними псовыми были так называемые лайкоиды, то есть лайки. От них, в свою очередь, произошли овчарки. Так вот, кокони – это лайкообразные, и они, по всей вероятности, имеют более древнюю историю. Кстати, первые пастушьи собаки были именно лайки. Подтверждают сей факт северные оленигонные псы. Версии, конечно, могут разниться. Но, несмотря на это, кокони и греческая овчарка на самом деле родственные породы. В средние века кокони считались собаками-девичьими. Все дело в том, что молодая незамужняя девушка в средневековой Греции не могла выходить из дома одна. И поэтому большую часть времени проводила в одиночестве дома. Для того, чтобы хоть как-то скрасить это одиночество, родители заводили ей вот такую вот небольшую собачку, которая была и другом, и охранником. Молодчина, давай. Будь здоровой, давай-давай. Ты прям цирковой актер настоящий. Кокони, как и, в общем-то, все овчарки, очень легко дрессируются. И если вам кто-нибудь, когда-нибудь скажет, что эта порода несерьезная, ни в коем случае не верьте. Давай. Все маленькие собачки крайне подвижны. Для этого им требуется много энергии. Но перекармливать их ни в коем случае нельзя. Для этого хорошо подойдет корм Роял Канин для маленьких собак. Он точно рассчитан по энергоемкости и сбалансирован по содержанию белка. Одна порция, и собака сыта, полна энергии и сохраняет идеальный вес. А витамины помогают оставаться в прекрасной форме шерсти и зубам. Всем известно, что в Греции есть все. В том числе здесь можно встретить совсем необычных животных. Вот, например, этот котопес. Это уникальный зверь. Да, русский голубой. Уникальность этого кота состоит прежде всего в том, что его вырастила собака. Он вскормлен собачьим молоком и, в принципе, считает себя, ну, почти такой же нормальной собакой, как и все присутствующие здесь звери. Кстати, за этой умильной сценкой кроется нечто большее, чем просто привязанность одного животного к другому. Кокони – настоящая овчарка. Эти собаки считают всех домашних животных своими подзащитными, за которыми надо следить и, по возможности, ублажать. Достаточно часто мне приходится слышать, что та или иная порода терпимо относится к домашним животным, и, в том числе, к кошкам. Вы знаете, друзья мои, не всегда удается проверить этот тезис. Но вот здесь и сейчас я вижу, что эти собаки не просто спокойно относятся к этому замечательному коту, а его еще и любят от всей души. Мяу! Иди, не буду тебя мучить. Иди к своим друзьям. Кокони – удивительные собаки. Они радуются всему живому, восторгаются своим хозяином, ходят за ним, как приклеенные, и делая здесь не в лакомом кусочке со стола. Эти собаки просто не понимают, как можно жить без человека, без его друзей, окружения, интересов. Мне кажется, что Кокони – это такой добрый домовой, который должен быть в семье. Нет, не в каждой. Только в той, где без него на самом деле тоже не могут обойтись. Многие породы в свое время были очень популярны. Как правило, за такой популярностью следовали годы забвения. Кокони избежали такой участи. Их численность была всегда здесь, на территории Греции, стабильна. У нас об этих собаках знает каждый сельский житель. Они всегда были распространены в деревнях. Моя бабушка рассказывала, что у них всегда были такие собаки. Сейчас к этой породе интерес сохраняется. На мой взгляд, секрет ее популярности, что эти собаки жизнерадостные и преданные. Друзья, мы с вами сегодня познакомились с большой греческой овчаркой и с малой. Так получилось, что у меня всю жизнь были большие собаки. Но вот, если честно, сейчас я почувствовал, что мне очень хочется завести маленькую. Я вот думаю, наверное, все-таки идеальный вариант – это две собаки. Большая и малая. За всем я с вами прощаюсь. До свидания. Или, как говорят у нас в Греции, ясас. Ясас. Эллада – город Каринф. Пятый век до нашей эры. Победив вторгшихся афинян, отцы города вручили псу по кличке Соттер-ошейник, на котором было написано «Защитник и спаситель Каринфа». А в честь его погибших сородичей воздвигли памятник. Это был первый в истории человечества монумент, посвященный собакам. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...